Всем привет на очередном ДевТоксе. Сегодня я бы хотел немного поговорить про МОК-тестирование, точнее про полезные методы и интерфейсы класса. Один из самых распространенных кейсов, когда мы мокаем метод класса, мы можем написать такой вариант. А может почти все знают, что это МОК-тестирование? МОК-тестирование это тестирование с помощью библиотеки мокитов, в которой мы можем подменить классы, потом реализация некоторых методов. Например, когда мы сделаем тест-класс тест, потом вызываем из мокита метод МОК и передаем сюда. И в итоге это у нас будет уже замоканный класс, который мы можем подменять методы и работать дальше в таком ключе. Вот, например, мы сейчас напишем, что когда из этого МОК вызывается, например, метод без фантазии, напишем. Тогда return что-нибудь, пусть это будет строка. То есть настоящий метод он не вызывается, вместо этого мы сразу возвращаем это значение. Это может быть часто полезно в тестах для разных случаев. И есть такой вид записи. то, что когда из этого нашего замоканного теста мы вызываем. Вот такие есть два варианта. Что можно улучшить в этом плане? То, что, например, тут у нас простая логика. Возвращаем какой-то объект сразу. Но можно сделать совершенственную логику. Можно, например, написать, считай, как собственный метод, которым будет много всяких операций, и который будет использоваться вместо существующего настоящего метода. Для этого есть класс, то есть интерфейс answer, который принимает тип возвращаемого значения этого метода. и от него можно наследоваться. И тогда у нас будут методы выглядеть как doAnswer. И сюда мы передаем наш объект. И тогда вот здесь будет thenAnswer. ThenAnswer. И сюда наш пусть будет AnswerInful. Давайте напишем этот класс. который имплементирует AnswerInful. И у нас тут будет один of the variety-ный метод. Тут какой-то объект будет. В зависимости от того, что мы выбрали. Метод называется Answer. И сюда он принимает объект. Invocation. Он мог тоже из классов в библиотеке Makita. И еще он бросает throwable. На случай, если будут какие-либо exceptions из нашего настоящего метода. И тут мы можем писать много всего. И в итоге мы что-то должны вернуть. Пару слов про этот класс. У него есть метод полезный. Так можно быстрый вопрос? Как он позволяет такого делать, что не позволяет делать запись выше? То, что до return было. То, что до return мы просто возвращаем какое-то значение, объект. И никаких вычислений, никаких действий не происходит. А здесь мы можем подменить... Как потом добавили просто блок? И в ТТ, и в ТТ, и в ТТ. Не только. Можно делать assert, всякие преобразования. Присваивать что-то. То есть... Тоже как метод идет, но... Он подмененный. То есть мы его сами создаем. За места настоящего. Я продолжу. У него есть для этого. Объект invocation.onMock. Такие методы, как... GetMock. То есть мы можем узнать, из какого mock он был вызван. GetMethod. То есть... Какой мы именно метод подменяем. Какой мы именно метод подменяем. И самое... Ну... Для меня лично. Самое важное и самое интересное это... GetArguments. GetArguments. Который возвращает массив аргументов. Или... GetArguments. По index. То есть... Если у нас... Этот метод принимает... Какие-то... Параметры. То мы можем их взять отсюда и проверить, что... В этот объект мы передали... Такой именно string. Или такой именно int. Тоже, например, очень полезно. Чуть-чуть более громоздкая форма записи. Как бы если мы просто наследовали этот метод, да? Да. И тут можно проверить или использовать эти аргументы в другом ключе. То есть, например... Что-то там изменить в логике. Ну, в общем-то... Как... Для каждой цели можно тут что угодно сделать. И еще тут есть вариант... Если нам нужно, то... Можно вызвать и настоящий метод. То есть, например, если что-то добавить... Просто хотим. Например, какое-то лагирование или там... Ассерт. А потом нужно, чтобы настоящий метод отработал. Мы можем что-нибудь написать до... А потом вызвать callRealMethod. Это как с аварагом было бы назвать super. Да. Вот. И для чего еще этот метод может понадобиться? Если, например, у нас этот метод... Он возвращает... Ничего не возвращается, он возвращает void. Тогда... 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 Например... Это условие... Мы не сможем написать, потому что... Будет... Проблема, что... Вот так скобка идет... Что тут... Не ожидается void. Поэтому... В этом случае... Этот не подойдет. А вот... В этом случае... А вот... Такая форма записи... Она как раз будет... Хорошая. И... В таком случае... Нам нужно будет... Возвратить void. То... Нам нужно будет... Просто нужно вернуть... В null. У меня как раз был случай... В тестах... Что... Нам... Не нужно было... Протестировать... И замокать... Вызов... В null. И... Я брал... Вот... По... Такому методу... Проверял... Входящие... Параметры... И... Делал... Несколько... Асертов... Которые... Например... Там... Нужного... Объекта... Что он там... Не null... Или какой-то заданный... А... Есть какие-то вопросы еще? Какой? У меня есть дополнение... Что... Очень нежелательно... Использую... Мокать... Объекта... Если... В коде... Ты используешь... Не сам объект... А его реализацию... Как интерфейс... То есть... Если... Твой объект... Реализует... Какой-то интерфейс... И... В коде... Ты используешь... Как раз... Его... Как реализацию интерфейса... И вызываешь его методы... Методы интерфейса... То... Могут возникнуть ошибки... Потому что... Оно... Где-то внутри... Создаст объект... И... Будет... Валить ошибки... Потому что... Оно будет относиться... Не как мог... Объекту... А как... Созданному объекту... То есть... Стоит мокать... Если вы используете... Именно... Этот объект... Да... Но... Мне кажется... Разговор... Чуть про другое... Потому что мы... Имеется ввиду... Имплементим... Интерфейс... Ты имеешь ввиду? Если объект... Который... Мы мокаем... Имплементить... Интерфейс... И потом... Мы к нему... Входе... Относимся... Как... Именно... Как... Интерфейс... То... Могут возникнуть... То есть... Можно поставить... Default на answer... То есть... Если мы не замукаем... Возвращение... Какого-то... Метода... У этого... Тест класса... Объекта... То... Мы можем... Использовать... Дефолтные значения... То есть... Тут... Вторым параметром... Нужно... Вызвать... Default answer... И... Сюда... Передать... Как он там... Назывался... То есть... Это у нас будет... Дефолтный answer... Который будет... Возвращаться... Возвращаться... В принципе... Если мы не... Засетим... Какой-то... Отдельный... Так как мы... Писали здесь два варианта раньше... Это может быть... Полезно... В случаях... Когда... Наш... Возвращаемый... Из метода... Объект... Где-то... Используется... Но мы забыли его замокать... И он возвращает... Нол... И... Где-то... Будет... Нолпойнта... А так... Мы можем... Если... Полезно значение... Просто... Сразу false выбрасывать... Дефолтность... Там нужно... Ну... То есть... Такие... Бывают... Случаи использования... И давайте... Поскольку... Мы уже написали про vSettings... Пару слов... То что... Это... Объект... Класса... MockSettings... То есть... Он может добавить... В нашем... Созданном... Моку... Несколько... Полезных... Настроек... Как... Например... Дефолтансер... И тут... Как в билдере... Их можно добавлять... Ну... Я все не буду говорить... А так... Пару слов... Тех... Которые... На первый взгляд... Они могут быть полезны... И довольно интересно их знать... Например... Можно еще... Заспецифировать... Имя... Этого... Мока... Для того... Чтобы... В консоли... Сразу было видно... Какой... Мок... Где... И оно будет лагировать... С этим именем... То есть... Намного проще разобраться... Что там где-то пошло не так... Или где-то что-то вызвался... Вот... Потом есть еще... Метод verbal услуги... Это... Который... Вызывает... Подробное лагирование... То есть... Тоже там... Легче разобраться... И в некоторых случаях... Оно может помочь... И... Еще... В случае... Если нужно... Создать объект... Этот тест-класс... И у него есть конструкторы... То можно... Создать... Мок... С этим... С каким-то конструктором... И сюда... Мы передаем... Аргументы этого конструктора... То есть... Такие удобства... И... Тут есть... Пару... Уже... Созданных... Имплементаций... Answer... В которой в библиотеке есть... Например... Есть такая константа... Большими буквами... Return... Смарт Nulls... Смарт Nulls... В принципе... Ничем особо не отличается... От дефолтного... Если мы просто... Вообще не будем... Использовать... Вис Settings... Но... Если у нас будет... Какой-то... Нул... Который приведет... К каким-то... Ошибкам... Типа... Нулпойнтера... В Makita... То... Там будет намного... Лучший... Понятней... Вывод... Там будет... Степ трейс... Где именно... Этот... Мог... Выкинул... Что привело... К ошибке... То есть... Тоже... Какие-то... Специфические... Кейсы... Могут быть... Что там... Сложно разобраться... Где именно... Ты что написал... Не так... А если... Например... Вот это сделать... То оно может помочь... Кому-нибудь... А... Также... Есть такой... Вариант... Как... Call... Call... Real... Метод... То есть... Если мы не заспецифали... То... У нас будет... Возвращаться... Ну... Настоящий метод... Тоже... Может где-то помочь... В таких... Ситуациях... Это... В принципе... Все... Что я хотел донести... Сегодня... Есть какие-то вопросы... Пожалуйста... Хорошо... Спасибо... Ну ты готов... Дальше? Давайте я... У меня... Тема... Будет... Чем-то... Похожа... На ту тему... Которую... Рассказывал Александр... По крайней мере... Тем... Что... В моем... Рассказе... Будет... Тоже... Светиться... Слово... Но... Немножко будет... В другом контексте... В контексте... Разработки интерфейса... EWire... И... Допустим... У нас... Есть ситуация... Когда нам нужно сделать... Какую-то страничку... Допустим... Заказчику нужна страничка... Для выбора... Котят... У нас есть какие-то требования... Какая-то информация... В виде детей-ложки... О том... Какая должна быть... Структура данных... Но... Нам нужно... Иметь какое-то представление... О том... Как... Будет выглядеть сайт... В принципе... У заказчика... Допустим... Нет никаких... Особо сильных... Желаний... Каких-то критерий... О том... Как это должно выглядеть... Остается только... Надеяться на себя... И на... Того... Кто может... На тебя посмотреть... На то... Как ты сделал работу... И... Для того... Чтобы... Не тратить... Иногда... Лишнее... Количество времени... То есть... Не сразу... Такой... Подход... Как... Набросить... Ну... Грубо говоря... На русском языке... Это... Набрось... Какой-нибудь... Макап... Для сайта... То есть... Что это такое? Макап... Это... В сути... Что-то... Что похоже на сайт... Отображает его функционал... И то... Как он будет выглядеть... Но при этом... Не является самим сайтом... То есть... Это по сути... Просто... Набросок сайта... Да... И... В чем преимущество... Так делать? Преимущество в том... Что... Если приловчиться... То... Ты... По сути... Когда что-то меняешь... Ты не тратишь... На это слишком много времени... То есть... Ты экономишь время... На этапе... Проектирования... По сути... Да... По сути... Да... То есть... И проектирование... Отдельно... Лучше... Запишу... Дальше... Что еще? Допустим... Вот... У нас... Как я и раньше сказал... Есть какие-то... Те же самые... Дитяшки... Какой-то функционал... И... В процессе... Реализации сайта... Может... Возникнуть... Такая ситуация... Что... Человек представил... Сайт себе по одному... Типа... Да... Я там сделаю... Такую карусель... Там... Выпадающие списки... Там это... А по факту... После реализации... Оказывается... Что... А... У нас функционал... По-другому работает... Это... По сути... Касается того... Что первое написал... Но... Суть в том... Что... На этапе проектирования... Можно больше... Уделить времени... Не на саму реализацию сайта... А на... Понимание того... Зачем... Не сайта... А странички... Хотя... По сути... Сайта тоже... А сфокусироваться... Больше позволяет... На... Том... Что... Должно быть... И как оно должно работать... Примерно... Вот... То есть... Как это можно написать... Предсказуемость... Или... Разбор... Вглубь... Того... То есть... Что нужно сделать... То есть... Я не знаю... Как это написать... Не буду писать... Все и так... Наверное... Понимаете... И... Еще... Хочется упомянуть... Вот что... Дело в том... Что... Да... Ну... В обиходе... У нас в контексте... Конечно... Сказать... Сделать макап... Это как раз... Будет... Что-то типа... Набросить... Некоторые компоненты... Они не будут так точно выглядеть... То есть... Там... Вид сайта... Совсем будет по-другому... Но... Примерное расположение элементов... И... Того... Где какие кнопки будут находиться... Будет... Да... Но... Дело в том... Что на самом деле... Хоть мы это и называем макапом... Это правильно называется... Мейнфрейм... Я сейчас расскажу... Кратце... О... Видах... Вот этих самых набросков... Начну... Конечно... С самого макапа... Что такое вообще макап? Макап... Это... Макап... Макап... Это... По сути... Нерабочая модель нашего сайта... То есть... Можно грубо сказать... О том... Что... Накиданный... HTML... И... Там... Стили... На сайте... Без... Какой-либо логики... Со стороны там... Джаваскрипта... Или ангуляра... Что угодно... Это и есть... По сути... Макап... То есть... Мы создаем какие-то поля... Забиваем там... Данные... Которые там есть... И... У нас... Все остается на уровне того... Что... Вот... Оно просто так выглядит... Это... Плюс-минус... Выглядит как то... Что... Кратце будет видеть... Пользователь... Но... Оно не работает... Потому что... У него нет логики... Потому что... У него может не работать... Что-то... С динамикой... То есть... Это может быть... Просто статический вид... Того... Как сайт работает... Да... Можно вопрос... А... Ну... Как есть смысл... Делать... CSS... Или это просто... Можно какой-то любой... Дефолтный... Поставить... И... Тогда смысл сохранится... То есть... Смотри... Ну... CSS можно не использовать... Но... Это конечно будет в том случае... Если в финальном... Варианте... CSS и не нужен будет... Суть в том... Что... Макап... Как раз таки... Это... Та версия сайта... Когда это... Ммм... Сложно назвать что-то... Вообще... На уровне скетча... И там... Концепции... И при этом... Это не готовый сайт... То есть... Это что-то типа... Вот... Как... Картинка того... Как будет выглядеть сайт... Грубо говоря... Да... Дальше... Есть такое понятие... Скетч... Скетч... Я еще его встречал... В таком... В таком... По-моему... Через скейт... О... Нет... Ну... А... Да... Через скейт... Я встречал это слове еще... В рисовании... В рисовании... В принципе... Как и... В разработке дизайна... Это... Просто набросок на бумаге... Или там... В пейнте... Грубо говоря... Это... Если я возьму... Тут нарисую какой-то прямоугольник... Например... Это логин экрана... Логин экрана... Да... Вот... Вот у нас... Например... Нарисовал сайт... Тут... Типа... Иконочка у нас какая-то... И здесь я такой... Вот у нас поле... Вот у нас поле... И вот у нас там кнопка какая-то будет... Это уже скетч... Смотрите... Я дизайнер... И... Да... Со скетчем... Вроде все понятно... Дальше идет... То что я раньше упомянул... Wireframe... Wireframe... Это такая штука... Которая... Как по мне... Идеально находится на балансе между тем... Как... Как много времени надо на это потратить... И какой результат ты получаешь... Потому что... Wireframe... Это штука... Которая... Почти как скетч... Только... Она делается... В таких... Там... В таком... В таких сервисах... Там... Специально... Для этих... Wireframe... Рассчитанные... Это... Просто что-то типа... Изображений векторных... Которые... Там... Простые фигуры... Или... Изображения импутов... Там... Каких-то... UI-ных элементов... Которые вы просто можете перетаскивать на... Какой-то холст... Который будет представлять вашу страницу... И... Таким образом... Как... Делать скетч... Который будет... Не выглядит как какие-то каракули... Которые там будут перечеркнуты... Или замазаны... Чем угодно... А... Это... Что-то типа... Вот как раз таки... Скелета сайта... То есть... Без лишних стилей... Без ничего... И... Без лишнего... Без лишнего сни... С кодом... Это... Именно вот такой скелет... То есть... Конечно... Это... Примерно то же самое... Что я и нарисовал... Но при этом... Ну... Дает большее представление о том... Как оно должно выглядеть на самом деле... Вот... И... Удобство конечно... Вайлфрейма в том... Что... Ну... Их можно в любой момент менять... Сохранять... Их можно делать... Как на сервисах... Так и просто... Допустим... Взять фотошоп... Загрузить... Материал из этих самых... Элементов... И... Перебрасывать их... Из панели... На... 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 На рабочую область... Вот... То есть... Вайлфреймами... А... Дальше... Есть еще такое... Такие слова... Как... Prototype simulation... Но... Я бы не особо... Их раскрывал... Потому что они такие интересные... Разве что simulation... Это... Как я понял... Этап... На котором... Сайт готов... Но... Ну... Для демонстрации... Допустим... Но... Его... Отличает... От... Реального... Вида... То что... В нем используются... Нереальные данные... То есть... Это симуляция рабочего процесса... То есть... Грубо говоря... Это как раз таки... Сама демка... Эм... Вот... Ну и... Наверное... Стоит упомянуть... Какие... Средства... Можно использовать... Для того... Чтобы это все делать... А... Я лично... Имел опыт... С... Таким сайтом... Как... Мокапском... Так... Правильно пишу... Да... Вот... На нем... Она удобна... На нем удобно... На нем удобно делать... Варрифреймы... И макапы... Я делал только... Варрифреймы... Но... У него есть минус в том... Что в бесплатном плане... Вы можете хранить... Только один проект... Но... Я придумал лайфхак... Можно через контр-а... Выделить все элементы... Скопировать... И вставить их в любой... Документ у себя... На рабочем столе... И там скопируется... Вся нужная верстка... Которую можно... На этот же сайт вставить... Конечно... В этом есть свои неудобства... Но... В целом... Сам сайт по себе... Удобно работать... С некоторыми другими... Вот такими сайтами... Макапами... Потому что у них... У него есть удобные... Индобные инструменты... Для разметки... О том... Как... Типа... Допустим... Вы когда раскладываете... Несколько элементов... У вас есть какой-то определенный... Отступ... И вы можете новый элемент... Подвести так... Чтобы у него... Отступ был точно такой же... Как и у других... Он будет это отмечать... Он... Находит взаимосвязь... Между этими самыми... Отступами... И... С того... Как оно все... Аранжируется... И... Да... Думаю... Все на этом... Я бы добавил... Дрот.айо... Потому что... Google Drive... По-молчанию предлагает... Точно... Дрот.айо... Там очень хорошо набрасывает... И еще имеет смысл упоминать... Фигма... Потому что... Я обращаю внимание... Вот... Когда делают... Красивые... Идеально выглядящие... Приложения... Часто их заказчики... Используют... Фигма... Я кстати... О Фигме... Не слышал... Ссылочку... У тебя... Уже такие... Экраны... Выглядят... Как будто скриншот... Приложения... Реально... Очень красивые... Может быть... Иногда с переходами... Он вот... То есть... Это готовое приложение... Дрот.айо... Можно набрасывать... Такой скелет... Типа... Не стоит этим заниматься... Но... В этом есть свои плюсы... В том плане... Как минимум... Два плюса... Они реально... Хорошо работают... Как мне кажется... Чем сложнее приложение... Которое нужно сделать... Тем больше пользуют... От... От... Мака... Угдаст ли там... Флоу какой-то... Особенно... В котором оказывается... Четыре шага... Может быть... Гораздо проще это сделать... На чертеже... Чем потом... В приложении... Перетаскивать сотни элементов... Да... Тяжелее разрабатывать... Полноценный сайт... А потом... Постоянно править его... Там... О! Там кнопки... Там... Не так должно выглядеть... Когда... Можно просто показать... Макап... И спросить... Переведать... Такое нужно... Да... Вот так вот... Это работает... Я так понял... Да... Все... На этом... Чао... Спасибо... Что еще хочет продолжить? Спасибо...